Нужен интеллект для того, чтобы подумать, почему я такой занятый, ради чего. И это размышление еще больше стресса добавляет. There is no other reason. Другой причины нет. Итак, первое, Dennis asked a beautiful question, and I sent a response just now. Let the Dennis summarize. That is the entire journey of Eastern Western. Ну, я Гуржинрат написал вопрос, он мне написал ответ, и он меня попросил сейчас озвучить и вопрос, и ответ. Вопрос был продолжением прошлого моего вопроса. Который относился к интеллектуальному пониманию определенных вещей, скажем так. Я Гуржин задал вопрос. Мое интеллектуальное понимание можно назвать ложным, и поэтому оно не несет в себе достаточной ценности, хотя может казаться правильным. И поэтому я должен продолжать исследовать все свои интеллектуальные концепции для того, чтобы понять, каким образом они ложны. То есть в каком смысле они ложны. А повтори еще раз ответ Гуржи, извини. Это не ответ Гуржи, это еще и вопрос мой. То есть я задаю вопрос, правильно ли я понимаю. Правильно ли я понимаю. Мое понимание такое, что любое интеллектуальное понимание этой реальности, оно ложное. И поэтому оно недостаточно ценное. Несмотря на то, что оно может казаться правильным. Поэтому я должен продолжать исследовать все свои интеллектуальные концепции для того, чтобы понять, каким образом они являются ложными. Вот такой был вопрос. То есть правильно ли я понимаю. И Гуржи мне ответил, да, правильно. Тогда я задал следующий вопрос. Можно ли сказать, что любое интеллектуальное понимание является ложным, потому что оно состоит из мыслей, а мысли, они как бы закрывают истину или извращают истину? На что Гуржи ответил, нет, ни в коем случае. В относительном мире интеллект нам помогает развиваться, помогает прогрессировать. А в абсолютном мире истинного я интеллект показывает нам, где находится ложный. И этот привел пример, что если я вижу мираж, и он кажется мне водой, то тогда интеллект себя спрашивает, действительно ли это вода или это мираж. И это приводит нас к знанию того, что есть ложное. И таким образом мы косвенно познаем истинное, косвенно познаем реальность. А в мире истинного я, когда интеллект отбрасывает все ложное, то это похоже на то, как если бы приоткрывалась дверь, которая раньше не дает солнцу проникнуть в комнату. И происходит то, что все ложное исчезает, и тогда истинное я входит в эту комнату, как солнце. И мы познаем напрямую истинное я. И если продолжать связывать это с интеллектом, то можно задать вопрос, а как интеллект здесь нам помог отыскать истинное я, обнаружить истинное я, или не помог? В ответ будет и да, и нет. То есть, можно сказать, что он что-то делал, отбрасывая ложное, а можно сказать, что он ничего не делал, поскольку истина сама проявилась, когда ложное отброшено. Вот такой был ответ. И такой был вопрос. То есть, есть... Такой занавес темный в комнате, снаружи есть солнце, и пока этот занавес висит, находится на окне, то в комнате темно, солнце не может туда проникнуть. И когда я открываю этот занавес, то мне не нужно приглашать, мне не нужно что-то делать для того, чтобы солнце проникло внутрь. И оно само проникает. То есть, что мы делаем, что мы делаем через наш интеллект или сознание, мы делаем self-inquiry. What is preventing me to realize my real self? It is a curtain. And what is that curtain? The impurities in the mind, the ignorance in the mind. Чем мы занимаемся? Мы начинаем себе с помощью интеллекта задавать вопросы. А что мне мешает познать истинное я? Что является этим занавесом? И мы с помощью интеллекта обнаруживаем, что наши заблуждения, загрязнения ума являются этим занавесом. И теперь, если мы зададим вопрос, а помог ли мне интеллект познать свою истинную природу, истинное я? То ответ будет и да, и нет. И когда мы говорим да, мы имеем в виду, что интеллект распознал загрязнения ума. И искоренил их. И как только они отброшены, то нет больше препятствий до солнца, который входит. Но помог ли мне интеллект пригласить солнце внутрь, то есть как-то он повлиял на солнце, чтобы оно вошло? Нет. С этой точки зрения интеллект ничего не сделал. Все это поняли. Затем мы входим в состояние пустоты, которое есть состояние безобъектности. И там уже интеллект не играет никакой роли. Поэтому учителя говорят, что нам нужно слушать и изучать, а затем размышлять и обдумывать. И когда Городжи говорит, что нам нужно стать искателем, это не значит, что мы не являемся искателем. Уже слушая Городжи, мы являемся искателем. Но нашим Мастер говорит, что мы должны достигнуть в определенной степени, в которой я имею правильную силу, в которой я имею правильную силу, в которой я понимаю. И это понимание в силу помогает мне отброшить кирпичину. Что это кирпичину? Это игноренность, это мусорные в сознании, которые находятся. Но учителя также утверждают, что нам нужно достичь определенного уровня искателя, на котором, на этом уровне, наш интеллект сможет избавить нас от того занавеса, от тех загрязнений ума, которые мешают нам познать истинное. Все помнят историю с прошлого занятия о сыне, который распознавал бриллианты, этот алмаз и видел, что это стекло на самом деле. Это история восходит к учениям Будды, одна из историй, которая записана по факту его учения. О чем эта история? О том, что нам нужно уметь различать, что является истиной, что является ложной. Что является нереальным или ложно-ложным. То есть, что мы говорили в том, что это действительно действительно реал, что является ложно-ложным, и что является ложно-ложным. Это действительно не реал. Теперь я живу, consciously, реализирующим ложно-ложным и ложно-ложным в моем жизни. Если я умею в своей жизни различать, что является истинным, что является ложным, что является ложно-ложным, то тогда мое отношение и поведение изменится. Мы погружаемся глубже. Например, представьте, что жена говорит вам, ты безумец. И тогда что в вашем уме происходит? Вы принимаете ложное за истинное, тогда у вас стресс будет. Городжи признает, что все девушки, находящиеся здесь красивые, но если он, например, скажет, что только Лена, красивое, то что случится с ума всех остальных девушек, если они на этот счет что-то подумают, то они будут следовать ложному. То есть мы принимаем ложное за истинное, и именно это Будда имеет для того, когда он говорит, что не это страдание. Нет, 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 не Элена, Светлана, а не Елена. Она не здесь? Да, она здесь. Короче, передумал, теперь он сказал, что самая красивая здесь Светлана, а не Елена. Тогда Оксана может подумать, что я всегда делаю намастей к этому девушке, и он не говорит, что я самый красивый. Это то, что Будда говорит, что это Светлана. А Оксана может подумать, как же так, я постоянно Гурджи делаю намастей, а он не сказал, что я самая красивая. Именно это Будда имел в виду, когда он говорит, что мир страдает. Are you understanding? Все понимают. Почему мы говорим, что мы должны жить осознанно? Именно из-за этого. Это и есть тот занавес, который не дает мне познать истину. Вы слышите звук в окне. Я должен думать через интеллект. Что это звук меня застаривает? Да, я чувствую. Теперь я должен спросить себя, что звук меня застаривает? Или это из-за моего сознания? Если я слышу какой-то шум, который мне мешает, то я должен сразу же задать вопрос. Этот шум намеренно мне мешает? Или меня это беспокоит из-за чего-то в моем уме? Будда экстрактировал все. Он говорит, что это часть анализа. Это часть самопознания. Путь Будды – это путь анализа и самопознания. И существует больше тысячи текстов о самопознании, а город же их совмещает для того, чтобы нам лучше было, нам понятнее было. В прошлый раз мы сосредоточились на трех вопросах, что является целью нашей жизни, какое желание является общим для всех живых существ. И что мы подразумеваем под прекращением страдания и непрерывным постоянным счастьем. Основываясь на этих вопросах, возникают еще другие вопросы, на которые нужно дать ответ. И чтобы интеллекту было предельно ясно. Один учитель сказал, что только очищенный чистый ум может пробудиться только… Он может испытать чистоту и пустоту. И ничто. Другое утверждение, которое любил повторять учитель Городжи – это то, что неквалифицированный ум не сможет обнаружить истинное имя. Так что, как великим искателем, я должен focus on what are the impurities of the mind and how to purify the mind. Второе – why the mind is not qualified, how to make the mind qualified. Then the path is clear. Будучи великим искателем, мне нужно сосредоточиться на том, какие у меня есть загрязнения в уме и как от них избавиться, почему мой ум еще недостаточно квалифицирован и как сделать его квалифицированным. Поэтому мы должны сказать предыдущий ответ. И что мы однозначно со всеми секретарию в любого времени спреки. Может, когда у нас писать вопрос, что это может быть такой факт и безумен, особенно чем проблема. И это может привести на серьезная мысль. Так что мы стараемся вопросом. Что ты имеешь в виду? Что это мокса? Вы должны поддерживать в уме все три вопроса, и из третьего вопроса проистекает четвертый. Что такое свобода, освобождение? Что такое мокша или нирвана? Теперь такой пример приведется. Если мы хотим изучить физику, приходим к учителю, и он говорит, забудь обо все, что ты знаешь о физике, все, что тебе другие учители рассказывали, я тебя буду учить абсолютно новой физике. В таком случае мы научимся чему-то. И учитель начинает научить тебе, что все материалы в красном цвете. Вы согласны? И учитель начинает говорить, что вся материя на самом деле красная, согласимся мы с этим. И мы должны изучить из-за мнения. Так что мы делаем. Физикой – это традиция, биология – это традиция. Так что, естественное сухие – это традиция. Учителя из сотни мастеров. Физикой – это просто, понимаете, физикой – это коллектива на знания. То есть человек может изобрести просто новую какую-то физику, любую другую науку, он должен следовать тем знаниям, которые уже были обнаружены, и как бы следовать той традиции и в науке, и то же самое применимо. И к восточной мудрости, когда учитель восточной мудрости, он преподает некие традиции. Science of physics by a thousand scientists, and if you say, I don't want to learn from these 50 scientists, then you are not learning physics. И если мы знаем, что физика – это наука, которая построена на работах, скажем, 50 ученых, и если мы отвергаем эти работы, то тогда мы не сможем изучить физику. Did you understand that? Say yes. Все понимают. Соглашайтесь. So, same way, different teachers have their different expressions, so when you ask me a question, I see that which answer given by my master or other teachers should fit here to make you clear? That is my intention. My intention is not that, you know, to defeat you in the logic. Каждый учитель использует свой способ для объяснения, для ответа на вопрос, свои подходы. И когда мы, например, гуру Джи задаем какой-то конкретный вопрос, то он пытается подобрать тот ответ, исходя из своего понимания учения, которое наиболее подойдет тому, кто задает вопрос. So, you see, for example, of the physics, it is a material science, it talks about the matter, and then the matter is inert, then we say the matter consists of atom and molecules, then atom consists of electron, proton, and neutron, and then electron, proton, they are particles, and then matter is also an energy. So, you see, the latest scientist, you know, we say about Einstein, and then we have come to quantum physics, so there is a step-by-step process of understanding, that is what the Eastern wisdom is. И когда мы говорим о физике, которая изучает природу материи, то мы, погружаясь глубже в понимание материи, мы понимаем, что она состоит из молекул, молекулы состоят из атомов, атомы состоят из электронов, протонов, нейтронов, те, в свою очередь, состоят еще из более мелких элементарных частиц, таких как кварки, геоны и прочее. И также дальше, если мы будем их анализировать, мы поймем, что они являются также формой энергии, как учит нас квантовая физика, и таким образом мы понимаем такую науку как физика. То же самое относится и к восточной мудрости. Did you understand clearly, Арман? So the first question, now, once you are clear, what is the first question, what is the goal of life? Возвращаемся к первому вопросу, который звучит так. Какова цель жизни? Now, I have to follow the teaching. I have not to follow my mind. И здесь я должен следовать учению, а не своему собственному уму. Потому что мой ум будет твердить, что цель моей жизни заработать миллион долларов, жениться на прекрасной женщине и так далее. И несмотря на то, что мы будем регулярно слушать эти лекции, во время прослушивания ум будет со всем соглашаться. Как только лекция закончилась, он будет гнуть свою линию. Is it true or not? Tell me. Все согласны с тем, что это верно. So if it is true, what should I do as a seeker? Если это так, то что как искатель я должен делать? Как говорит учитель, я должен понять, кто я. Я должен понять, что такое этот мир, кто такой Бог, какова природа бытия. Are you clear? Oh, I can understand. I have... I'm removing the VPN. Oh, that may be the reason. Город же у всех пропадает или только у меня? Yeah, yeah, yeah. Город же, you have been disappearing. Yeah, yeah, yeah. I removed the VPN. Ah, okay. Yeah, yeah, yeah. I realized that was my mistake. So now you see that my mind says goal of life is different than what master says the goal of life. So does master says that you stop earning money, you stop living with your partner, you stop living in the society? No. Разве учитель говорит нам перестать зарабатывать деньги или перестать жить в обществе или в семье? Нет, учитель этого не требует. So the master says earning money, having pleasure in the world outside are the means, they are not the goals. So you are removing the false nature, the false ideas and the notion in your mind. Учитель утверждает, что зарабатывание денег и удовольствие в этой жизни – это всего лишь средства, но целью они не являются. И поэтому мы таким образом исправляем ошибки в нашем уме, убираем неверное понимание. Did you understand that? Все это понимают. Второй вопрос – какое желание является общим для всех живых существ? Общее желание – это жить в мире счастья 24 часа в сутки. На третий вопрос мы ответили на прошлом занятии и звучит так, что является прекращением страдания и постоянным счастьем. Прекращение страдания и постоянное счастье. Так же есть мокша, пробуждение или реализация и есть еще множество терминов, которые объясняют это состояние. So now, just think of the next question what should be the fourth question. What is the end of suffering and permanent happiness? So we said it is known as moksha. Then the next question comes. What exactly do you mean by moksha or nirvana or cavalier? И когда мы дали ответ на вопрос, что такое прекращение страданий и постоянное счастье и сказали, что это мокша или нирвана, то мы должны задать следующий вопрос, а что же такое мокша или нирвана? И учитель отвечает, что нирвана – это знание о себе. То есть и нирвана, и мокша, и все другие применимые здесь термины – это знание о самом себе. Продолжение следует... So when the first question says, what is the goal of life, the more you contemplate and reflect... Recently, I just got the message before the start of this session. I'm always taking money from my father, but I feel guilty about it. What should I do? You told me that the wealth cannot buy the happiness. I know that I intellectually understand and still I conduit. Перед занятием Гурджи получил письмо от одного из своих учеников. Я чувствую себя виноватым по этому поводу, но вы мне говорите, что на деньги нельзя купить счастье, но я не знаю, что мне делать. Можем ли мы определить, где здесь неверное знание у этого человека, который задает такой вопрос? Can money make you independent or money makes you independent to meet the basic needs of life? Могут ли деньги сделать нас свободными или же деньги дают нам только лишь такое количество свободы, которое достаточно для удовлетворения базовых потребностей? Деньги дают мне возможность купить еду, место, где жить и другие необходимые для жизни вещи. Будда и все учителя утверждают, что мне нужно ясно различать цели и средства. So here are two things I want to add. You know, even the day Buddha became a monk and we have a tradition of the monk. The moment you become a monk then you never do any business activity, any professional activity. It is your goal is to just live into that state and continue to pass on this knowledge to the others. And if you are living in a world, in a society, then what it means, I should have some professional activities, I must get some skill sets, I must be hard working, smart working, in any profession I like. Now I have decided to live a spiritual life and a spiritual person doesn't earn money, but I have decided to live a spiritual life and a spiritual person doesn't earn money. You should be thrown out of the society. Then you are crazy. And when are you listening? I have grown beard does not mean that I am a monk. What do these beautiful girls will do? I don't understand the beautiful girl. They don't have a chance to grow beard. So now how to resolve the contradiction here? That whatever I work in the personal, professional and social life should be offered mentally to my guru or god or buddha or anyone. So that question will come later. That how to do this mentality mentally. И мы дальше будем разбирать, как одновременно следовать по пути самопознания и живить в обществе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, мы помним, что первый наш вопрос — это какая наша цель в нашей жизни, второй вопрос — это какое желание является общим для всех живых существ, третий вопрос — что мы подразумеваем под окончанием страдания и постоянным счастьем, и четвертый вопрос, проистекающий из ответа на третий вопрос — что мы подразумеваем под мокшей или пробуждением или нирваны, или духовной жизни. Продолжение следует... 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 Теперь мой ум может мне, мой интеллект может мне сказать, ну я в общем-то уже все понял, все вопросы, все ответы и теперь как мне, что мне дальше делать? Мне следовать по пути анализа, самопознания, как завещал Будда, или же мне нужно выполнять множество как? Ответ здесь будет такой, что до тех пор, пока мы не достигли самого высшего уровня, для искателя нам нужно выполнять множество практик и одновременно получать и удерживать знания. Теперь, let me give you another reply, once you start, you have a play and a fun in your personal, professional, social life, you are not actually busy, you just do your business or professional activities as a play and a fun. Можно еще такой ответ дать на этот вопрос. Если в нашей повседневной жизни мы не слишком заняты, если наша работа для нас является таким себе развлечением, нам приятно выполнять нашу работу, то тогда мы являемся искателем достаточно высокого уровня. Ask and find out the answer of the second statement. I say, as long as you are doing all your outer activities as a play and a fun, you are already a good seeker. You only need to listen and learn from a teacher and reach to the moksha. Если мы всю свою деятельность в этой жизни рассматриваем как такую себе игру, и она нам доставляет удовольствие, мы не особо заняты, то тогда мы уже являемся искателями и нам достаточно прослушать учителя и мы сразу же перенесемся в состояние мокши или нирвана. What is the secret is hidden in this statement? Где здесь собака зарыта в этом утверждении? I said, play and fun, outer life, constant seeking, insight. Смысл здесь в том, что будучи незанятыми, выполняя все свои повседневные обязанности с удовольствием, внешне, внутренне, мы должны постоянно поддерживать этот процесс искательства. Can you do any activity as a play and fun if you are attached, if you are detached, if you have hatred, if you have jealousy, if you have ego? Можем ли мы вот так с удовольствием выполнять любые внешние действия, если мы привязаны или если что-то нас сильно отталкивает или если у нас большое эго? We cannot do if we are attached. And so this attachment and detachment, this desire for seeking happiness outside and getting stressed, remaining airfully busy because my mind is constantly thinking and wondering, It feels me to become a sicker. We can't be able to do this work if, for example, we are attached to something. We can't be able to die. It feels like I am attached to something. But the fact that our mind is constantly窮avin' and that he feels fat on him, that the stress and problems helps us to become a prisoner. Эти качества известны как загрязнения ума или неведения, и мы используем наш интеллект, чтобы распознать эти загрязнения и неведения. И избавиться от них точно так же, как мы избавлялись от того занавеса, о котором Городжи говорил в начале занятий. Все понимают. Истинное Я находится везде, поскольку оно всепроникающее. А почему я его не замечаю? Потому что в моем уме есть загрязнение, это такой занавес, который скрывает от меня истинное Я. И моя задача избавиться от этих загрязнений. Сколько времени требуется солнцу для того, чтобы проникнуть в комнату после того, как занавес убран? Оно уже там, поэтому мы не можем сказать, что требуется какое-то время ему для того, чтобы проникнуть в комнату или оно должно пройти какое-то расстояние. Поэтому я должен быть сосредоточен на том, чтобы избавиться от неведения и загрязнения и убрать этот занавес. Представим, что мы не понимаем этого и мы выполняем различные процессы. Мы читаем панаямы, читаем мантры, асаны и прочее. Помогут ли они нам? Если Будда, он мог бы понять, что это помогло, то он не должен был дать нам mindfulness-прациссу в семье. Первый шестой степ, он просто говорит. Он делает нас понимать, что это правильное знание, что это правильное живое. Это то, что я объясняю практически, в зависимости от современного жизни. Если бы все эти действия и упражнения могли помочь без знания, то тогда Будда сразу же давал бы практику осознанности и не говорил бы о том, как правильно жить, не давал бы правильное знание. И только седьмым шагом он давал практику медитации. И так далее. Вы имеете ввиду правильных сил. Вы охранеете деньги, вы дорогая, вы даете ограничен темно, вы благотворены в своем бизнесе. Вы охранеете больше денег, продолжая делать это. Но, в то же время, в целом, что вы antecedении должны быть открыты, что этот же рост не может купить счастье. Он может купить основные нужды. Мы живем в обществе, используем наши способности для того, чтобы зарабатывать деньги, удовлетворять свои базовые потребности, но мы должны помнить, что эти деньги не могут нам принести счастье, они нужны только лишь для удовлетворения потребностей. Are you understanding? Все это понимают? Now let us go a little deeper. Any action in life, any action in society should not create a bondage in my life. Если мы глубже пойдем, тогда мы должны понять, что никакое действие, ничто в этом мире не должно меня привязывать. Я не должен привязываться ни к одному действию, ни к чему бы то ни было во внешнем мире. Если еще простить, то любое действие, которое вызывает привязанность, создаст этот занавес, который будет скрывать от меня истинное Я. Все это понимают. So let me perform my thought is also an action, speech is also an action, action is also an action, so I should be very careful in thinking, in speaking, in acting, in society, in the world, in the family. That should not create and promote an action. You are already free. Когда мы говорим действие, то мы подразумеваем здесь и мысль, и речь, и, собственно, действие. Поэтому, когда я думаю, говорю или что-то делаю, я должен быть очень внимательным, чтобы не создать привязанность. И если я буду таким, настолько внимательным, если я не буду создавать привязанности, то тогда это значит, что я уже свободен. Если мои действия не создаю привязанности, то тогда все, что я делаю, превращается в приятную игру. Как насчет знания? So, I am just making a very simple statement this master did not make. But first let me tell you what statement made by the master. So, this master says that a monk, on one hand, or you can also say the seeker. The monk should always devote his entire life to that knowledge, which leads to moksha, nirvana. Так, учитель утверждает, что монах, или же, мы можем сказать, искатель, должен посвятить всю свою жизнь тому, что ведет к moksha или к nirvana. That is for the monk who lives in the monastery. We are not monks. So, there the master says that knowledge are of two types. So, you have to devote time for contemplation, reflection, listening and learning that knowledge, which directly leads you to moksha. And second type of knowledge, I should knowledge much more. You must give me the skill sets, the proficiency, and perfection, so that I can use it to earn my livelihood. So, one knowledge gives me the skills, other knowledge gives me the moksha. Итак, одно знание дает мне необходимые навыки, а второе знание дает мне, ведет меня к мокши. И нам не нужно противопоставлять или ссорить между собой эти два вида знаний. Городжи помнит, как 40 лет тому назад он повстречал монаха, джайна, джайнистской традиции. И джайнизм и буддизм, они более или менее параллельно идут близки. И он хотел пригласить его к себе в тот дом, в котором Саша был в Индии. Было очень жарко, это было лето. И он сказал, я пешком пойду без обуви. Это было глупо и безумно, но Городжи ничего не сказал ему. Он сказал, наоборот, тогда я тоже сниму обувь и тоже буду босиком идти вместе с вами. Они целых пять километров прошли по этой раскаленной почве. Было очень жарко, они все вспотевшие были. У Городжи ноги были разбиты в кровь. Поэтому я сказал ему, что сейчас у меня дом на седьмом этаже. Он сказал, что я не буду использовать никакой машины. Я буду ходить на ногах на седьмом этаже. Когда они пришли уже к многоквартирный дом, там на седьмом этаже Городжи квартира была. И, наверное, там какой-то лифт был, а он сказал, тот монах, что нет, я пешком пойду. Никаких приспособлений, механических, электрических, я использую от места. Это пример полного безумия. И потребовалось около часа для того, чтобы перевязать эти разбитые в кровь ступни и Городжи, и того монаха. Я сделал это как игрок и игрок. Он сделал это, и он великолепный монах. Так что вы добавили еще одну инференцию в свой монах. Городжи это не придавало большого значения. Он с удовольствием это все делал. А тот монах, он это делал с позиции великого страдальца, великого мастера. И это ему добавляло лишь еще одно загрязнение в его ум. Он сказал, что мой мастер taught мне, что мы не должны дать подчинку, которые не будут подходить, но это дать мне эго в общественности. Посмотрите, что это монаха. Он ходит на ноги. Все животные тоже ходят без него. Не большая проблема. Учитель Городжи всегда говорил, что нам не следует слепо выполнять все правила, если какие-то из этих правил нам не приносят пользы. Такое вот слепое выполнение, оно только будет умножать наше эго. Если мы посмотрим на животных, то они ведь тоже все босиком ходят. Какое же преимущество у этого монаха перед животными? Кангтар в Мокша, Нирвана, Кавилля. Что является целью нашей жизни, что является желанием общим для всех живых существ, что мы подразумеваем под окончанием страдания и постоянным счастьем. Что мы имеем в виду под нирваной, мокшей реализацией и пробуждением. И мы знаем уже, что это знание о самом себе. Мы должны слушать предыдущие три лекции, размышлять над ними и встретимся на следующей неделе.